И всем привет! С вами Влад Крэмпэр. Сегодня запуск подвижного состава ВЛ-80С под локомотивным 1081. Запущу. Прокатимся до болезнина. С грузовым составом контейнера. Приятного просмотра. Итак, мы уже находимся в кабине данного электровоза. У нас уже со второго главного пути станции МОСЦ открыт выходной. Приступим к запуску. Включение токоприёмников. Токоприёмников. Отлагает маленько. Пока там поднимается, можем перейти к заднему щитку. Также извиняюсь за лаги, так как я играю без видеокарта. Видеокарта в настоящий момент в движении. Почти прилетел в Москву. В настоящий момент мне 10пс. Катушки ЛСН. Боферные фонари. Правый-левый. Возвращаемся на место машиниста. Сейчас у нас 6 часов 7 минут. Поэтому включаем яркое освещение кабины, чтобы лучше видеть саму кабину. Итак, что мы делаем? Мы снимаем ручку блокировки 367-го крана. Приводим 394-й кран в положение отпуска и зарядка. Точнее, с поездной. Поправлю себе. Включаем выключение ГВ. Включение ГВ и возврат реле. Появилось напряжение в контактной сети, что нам показывает данный датчик. В цепи управления радиостанция. Автоподача песка. Сигнализация. Включаем следующие тумбера. Секция 1. Секция 2. Секция 3. Секция 3 и 4 включаются, если у вас имеются секции. В моем случае у меня 3 секции. Включаем радио УК, В, УКВ. Включаем ключ ЭПК. Ключ ЭПК включен. Сомогательные машины. Фаза расщепителей. Компрессор. Ждем, когда накачается воздух. И началась зарядка тормозов автоматически. Реверсилерный УКВ вперед ПП. Клажется, а вперед ОП3. То есть это дополнительные позиции. Если вам не хватает скорости. И у вас скончилась позиция. Ресторный тормоз имеется. Реостатный, извиняюсь. Также мы пойдем в 254-й КАН. В последнее положение, чтобы они покопились. Тифон, свисток. И подача песка. Итак, как мы видим, у нас компрессор все закачал воздух. Проверим то, что у нас реверсилерная УКВ привелась. Также хочу отметить, что вы не сможете снять блокировку 367-го крана, если у вас имеется давление в цилиндрах. Чтобы убрать давление в цилиндрах, достаточно привести данный ползунок вверх. В вашем случае он будет снизу. Так. Побежимся по приборам. Двигатель. Это электричество, которое идет на двигатель. Если оно превышает планку в 0.9, то вы начинаете скрипеть. Ой, извиняюсь. Вот эти вот два датчика. За это отвечают. Позиции. Скорость торможения. Контактная сеть. За нее, кстати, отвечает ГВ. Если у вас выбит ГВ-ТОУС и выбит электричество. Тормозная магистраль. Резивуар. Ну и само давление тормозной системы. Контроллер имеется. Ладно, давайте включим вентиляторы. 1, 2, 3, 4. Вентиляторы включены. Рукоятка РБ. То есть рукоятка бдительности. А, вот это вот я сейчас скажу. Не знаю, что это вообще не будет. Тормоз. Ну ладно, это транс, я без видеокарты. Ладно. Страстный мер. Ну или же спидометр. Итак, отпускаем локомотивный тормоз. Здесь 54 экран. 394 или 395 экран. Во второе положение поездное. Итак, по контролю. Нулевое положение. Контроллер АВ. То есть у вас сбрасываются все позиции. Вам не нужно вот так вот дергать туда-сюда. Это, кстати, нулевое положение. Дальше идет БВ. То есть у вас выключается БВ. РВ. Сбрасывается одна позиция. Нейтральные позиции ФВ. И ФП. Далее у вас идет РП. То есть повышается одна позиция. Так. Дадим сигнал о отправлении. Также мы можем наблюдать то, что мы тронулись. Как я вам говорю, появилась электричная на двигателях. И плюс позиция. И АП. У вас повышается позиция. То есть вам не нужно туда-сюда дергать. контроля и так у нас сквозь уже 9 метров в час скажу сразу то что здесь краски мир как-то непонятный также хочу отметить то что работают часы ну что ж далее я включаю устроен промотку перемотку как я еду до болезнь устроена а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...